70 км в час и беспилотник уже опасен. В зоне риска, судя по ютубу, все, здания, машины, люди. Подобные ЧП спровоцировали законотворцев вести обязательный учет дронов. Чтобы было с кого спросить. Алексей Ефремов опытный пилот, но даже он признает, регистрация нужна. В Барнауле, говорит, почти 3000 владельцев беспилотников. Пойдут ли все на учет, не уверен. Я думаю, будут регистрировать процентов 10 владельцев. Просто потому, что они в коммерческой деятельности. То есть, с кем, а обычный человек? Нет. Обычному человеку это неинтересно. Регистрация долгая. Нужны фото беспилотника, его характеристики, тип, серийный номер, количество двигателей, их вид, вес, информация о производителе. На подачу документов в Росавиацию 30 дней с момента вступления документа в силу. Или штраф от 2 до 80 тысяч рублей. Я вот точно не успею поставить свой квадрокоптер на учет. В Росавиации мне сказали, что пока сами не знают, куда направить пакет документов. Так что чувствую, что штрафы я словлю не раз. Если, конечно, поймают. О полете нужно еще и предупреждать. За 24 часа в Зональный центр управления воздушным движением нужно передать план полета. За 2 часа сообщить о готовности летать. Затем о самом запуске. Потом о завершении полета. И видео еще должны разрешить использовать. Эти требования и для частных лиц, и для ведомств. Например, МЧС, которым квадрокоптеры нужны оперативно. При поиске людей, пожаре или паводке. На основе данного разрешения проводятся полеты. Конкретно разрешенный промежуток времени и согласно указанных координат. А если нужно в течение 10 минут использовать квадрокоптер? К сожалению, без разрешения соответствующего органа мы не имеем права поднимать воздушное судно. На этом законотворцы не остановятся. Они предлагают летать лишь не выше 150 метров и на расстоянии 50 метров от людей. Если такие поправки примут, то ни один день города с неба уже не снять. Интересно, может быть, законотворцы скоро потребуют зарегистрировать и обычный бумажный самолетик? Ведь он тоже может навредить, к примеру, сбить воробья. Валентина Аскерова, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. День с толком.